Глава 22 Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, Я иудеянин, родившийся в Тарсике-Рекийском, воспитанный всем городе, при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все в иныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма, взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привезти в оковых в Иерусалим, на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Я отвечал, Кто ты, Господи? Он сказал мне, Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели, и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, Пришел ко мне, и подойдя сказал мне, Брат Саввел, прозри, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предыбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника, и услышал глаз из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление. И увидел его, и он сказал мне, Поспеши, и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства, а мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, и стерег одежды, побивавших его. И он сказал мне, Иди, и я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его, а Зосим подняли крик, говоря, Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух. Тысяча начальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволен обичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяча начальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин». Тогда тысяча начальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяча начальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяча начальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его атаков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними.